Для начинающего специалиста, который только начинает сталкиваться с работой в компьютере, бывает очень трудно сориентироваться, что такое сайт, что такое адрес сайта, домен сайта, ссылка на сайт, где ее взять, как ее скопировать. И сейчас я вам покажу, как в самом начале работы с компьютером, если вы только-только начинаете ориентироваться на каждом сайте, чтобы понимать, где вы находитесь, как копировать ссылку на сайт, что такое ссылка на сайт, что такое адрес сайта. Смотрите, когда мы с вами открываем какой-либо сайт, мы всегда видим вот такую вот строку вверху, независимо, на телефоне мы открываем или на компьютере, на телефоне она просто скрыта немножко, у нас ее нужно будет найти в другом месте, раскрыть меню. На компьютере у нас всегда все с вами просто, у нас все видно, и если мы встанем на вот эту строку и щелкнем левой кнопкой мыши, то у нас с вами подсветится и выделится основной домен сайта, основной адрес сайта. Эта строка как раз таки называется адресная строка, то есть в любом браузере данная строка является адресной строкой. Здесь мы с вами видим основной домен сайта, основное имя сайта, то есть домен и имя сайта, оно в принципе считается одним и тем же. То есть мы видим, что мы находимся на сайте gizmetio.ru, это основной домен сайта. Здесь мы можем ссылку копировать, либо поделиться, чуть позже я вам покажу, как это делать. Вот, смотрите, и допустим, если мы с вами находимся на главной странице сайта, то у нас с вами домен сайта выглядит вот такой вот короткий, маленький. А если мы с вами, например, перейдем в раздел новости, то мы увидим, что к основному домену сайта, если мы опять же вернемся в адресную строку, добавится некое окончание под названием news, то есть новости. То есть мы с вами уже понимаем, что мы находимся на сайте gizmetio.ru, это его основной домен, но при этом добавляется окончание news, значит новости, да? Мы, значит, понимаем, что мы находимся в разделе новостей. Если мы немножечко там, давайте перейдем в эпидемию коронавируса, допустим, еще в новостях, то вернемся опять же в адресную строку, и мы увидим с вами, что мы находимся опять же на gizmetio.ru в разделе новостей, ну, читаем уже про коронавирус, да? Таким образом мы видим адрес какой страницы мы с вами в данном случае посещаем. Смотрим. То есть вы должны запомнить, что если сайт у вас многостраничный, как, например, gizmetio.ru, да, то каждая страница этого сайта будет иметь свою адресную ссылку. То есть, смотрите, я сейчас, например, нажму на первую новость, понравившуюся мне, да? И для того, чтобы мне кому-то отправить ссылку конкретно на вот эту вот новость, я должна сейчас встать в адресную строку, щелкнуть левой кнопкой мыши опять же. У меня выделится моя ссылка, я могу ее скопировать, перейти, допустим, в почту, в своем. И написать письмо. Например, мне нужно будет как раз-таки отправить ссылку, да? Что я делаю? Я просто нажимаю на том поле, где нужно писать письмо, правой кнопкой мыши и нажимаю команду вставить. И у меня встает ссылка на сайт, на который я только что скопировала. То есть на ту новость, которую мы только что с вами посещали. Таким же образом вы можете отправить эту ссылку в любом мессенджере, вставить в любой документ, куда вам это необходимо, поделиться с кем-то, да? Например, вы можете сразу нажать же здесь, поделиться, и вам система как раз-таки предложит, что нужно сделать, с кем поделиться, каким образом, да? То есть мы можем отправить уже эту ссылку по почте, нам сразу откроется окно с почтой. Например, да? Например, Яндекс. Только один раз. И у нас открывается почта. Дальше. Что мы можем еще как поделиться? Мы можем поделиться ВКонтакте, если у вас страничка ВКонтакте настроена на данном компьютере, в Одноклассниках и в Твиттере. То есть любым доступным образом, к кому вам нужно отправиться, то есть в зависимости, например, вы хотите другу, который у вас находится в друзьях ВКонтакте, и вы отправить хотите конкретно вот эту вот ссылку на эту новость, вы просто нажимаете ВКонтакте, вас перекидывает на страничку ВКонтакте, в которой вы авторизованы, и уже выбираете, кому из друзей, которые есть у вас на этой страничке ВКонтакте, отправить данную ссылку. То есть, все таким образом просто. Если же мы с вами вдруг просмотрели новость, вспомнили, что такая классная новость, да, и решили все-таки на нее отправить ссылку и забыли, как это делается, и просто взяли, отправили ссылку на главную страницу Гезметио, да. Помните, что на этом сайте были, а где это была новость, ну, не помните, да, то, конечно же, человек ничего не найдет. То есть, вы ему просто скопируете основную ссылку на главную страницу этого сайта, скопируете, отправите, ну, как бы на новость это он уже не попадет, ему придется ее очень долго искать, потому что вот эта ссылка, она ведет на главную страницу сайта. Поэтому все делаем очень просто, копируем именно на той странице, на которой вы открыли и которой вам хочется поделиться, а не главной страницы сайта. Бывают сайты одностраничные, например, я вам открыла тут для примера, сайт частного директолога. Что такое одностраничный сайт? Одностраничный сайт – это такой сайт, у которого всего лишь одна страница. То есть, видите, да, у него нет никакого меню. Меню, конечно, тоже может быть, но как бы мы не переключались, допустим, в этом меню, не прокручивали этот сайт, он у нас будет с вами состоять всего лишь из одной страницы. То есть, мы просто будем уходить вниз, да, и у него много различных, получается, разделов, но куда бы мы ни вставали на какой раздел, адрес сайта не меняется. То есть, он как был такой, так и остается. Например, да, я пролистываю на опыт, ссылка сайта неизменная, да, пролистываю контакты, ссылка сайта неизменная. Таким вот образом мы понимаем, что это сайт одностраничный, и на какой бы раздел мы ни вставали, в данном случае у нас ссылка на сайт меняться не будет, и мы можем спокойно копировать лишь ту ссылку, которая есть у нас в данном случае, да. То есть, ссылка на любой из разделов этого сайта, она будет одинаковая, и как бы вы отправляете только вот эту ссылку. Опять же, что делаете? Левой кнопкой мыши вставить в адресную строку, копируете и вставляете в тот документ или сервис, в котором вам нужно будет отправить данную ссылку на сайт.